Олег Викторович, скажите, вы были пионером? Я очень счастлив, что я родом из Советского Союза. Я был пионером, я был комсомольцем, я был активным строителем социалистического общества. Здорово. А вот припомните клич пионера? Пионер в борьбе за идею коммунистического парня. Будь готов, всегда готов. Здорово. А какое название было у Всесоюзной детской радиогазеты? Вы припомните? Радиогазеты? Не припомню. Вот «Пионерскую правду» я читал газету. А тут «Пионерская»? Зорька. Зорька. Да-да-да, теперь вспомнил. Да. А наверняка вы отдыхали в каком-нибудь пионерском лагере? Жгли пионерский костер? Конечно. Мой любимый пионерский лагерь «Дружба» – это в поселке Кабардинка, рядом с Геленджиком. Там я был неоднократно в этих лагерях, но, к сожалению, не смог попасть в Артек. Это было трудно было попасть, надо было быть суперпионером. Здорово. А может быть, какой-нибудь интересный случай, смешной или курьезный из лагеря? Нет, не из лагеря. Из пионерской жизни мы каждый год весной активно собирали металлолом, макулатуру, собирались всем классом, ходили по дворам и иногда даже без спроса жителей вытаскивали оттуда рабочие тазы, чайники, самовары и все-все-все остальное. Но все это шло на пользу и сдавалось на пользу Родине. Такие были курьезы. Спасибо большое. Пожалуйста. Владимир Сергеевич, скажите, вы были пионером? Да, я был пионером. А вы сможете перечислить символы и атрибуты всесоюзной пионерской организации? Горн, барабан, красный галстук. Да, здорово. Будь готов, всегда готов. Эх, здорово, хорошо. А вот скажите, как называлась военно-спортивная игра пионеров? Зорница. Вы, наверное, играли в нее? Участвовал. Даже участвовал в областных соревнованиях здесь у озера, Валдейское озеро. Здорово. А какой-нибудь, может быть, смешной или какой-нибудь курьезный случай был? А курьезный случай, да, как раз на этой игре Зорница. Наша школа участвовала в этой игре. Это Свеческого района. Восьмилетняя Читовическая школа. Когда мы готовились, я должен был связистом, то есть передавать азбукой Морзе, значит, флажками, соответствующие знаки, точкой, тире. А девушка, которая была со мной в паре, она должна была расшифровать. И вот здесь, как всегда, произошла ошибка. Вот мы, значит, не совсем правильно друг друга поняли. Но нужно сказать, что тогда мы заняли призовое место вот в этой игре Зорница. Так что воспоминания очень яркие. Это, собственно, был 1970 год. Здорово. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Светлана Анатольевна, скажите, пожалуйста, вы были пионером? Обязательно. А вот в двух словах, что для вас пионерская организация? Пионерская организация – это тот коллектив, когда рядом с тобой, вместе с тобой, в ежедневном режиме, шаг в шаг, друзья, соратники, люди, которым ты веришь, люди, которые тебе доверяют. Ну, как принято говорить, один за всех и все за одного. Спасибо. А может быть, какие-то газеты, журналы пионеров вы выписывали, скорее всего? Какой, может быть, самый интересный для вас был? Ну, надо отметить, что в нашей школьной библиотеке была целая подборка. И это прекрасная газета «Пионерская правда», где мы каждый день черпали полезные знания, какие-то интересные наработки, рассказывалось в этой газете о значимых делах, которые направлены, опять же, на развитие дружбы, содружества, воспитания наших пионеров. Ну и кроме «Пионерской правды», конечно, был такой журнал «Пионер». Мы бежали и в перемены, и после уроков, и очень любили остаться с нашим библиотекарем для того, чтобы в цветных таких вот приложениях еще раз почерпнуть полезные знания. Ну, мы и сами, знаете, были очень даже одержимы и всегда любили выпускать наши пионерские газеты. Был такой смотр даже соревнований между пионерскими классами. Очень часто выигрывали и гордились. Да, мой помню, прибежим, всегда расскажем своим родителям. И говорили, мы лучшие, лучшие. Действительно, это все сплачивало. Это помогало действительно верить и в светлое будущее, и помогало нам, ну, во-первых, расти, расти душой, как сейчас уже, будучи взрослым, понимаем. Может быть, какие-то смешные или курьезные истории случались? Не расскажете, может быть, в каком лагере вы отдыхали или любили, в каком отдыхать? Ну, пионерское детство – это, конечно же, и пора наших загородных лагерей. И, будучи школьницей, я каждое лето, благодаря, опять же, родителям, посещала даже не одну смену. Вовлекалась в пионерскую загородную жизнь, когда стал уже работать старший пионер-вожатый, мне посчастливилось сопровождать делегации от Ивановской области во всероссийские лагеря. Артек, Орленок – это здорово, круто. А самое впечатляющее, вот такое запоминающее событие – это, конечно же, игра «Зарница», которая была организована ежегодно. Может быть, кстати, из-за этой военно-спортивной игры мы и ездили в наш лагерь на Рубское озеро. Там целая сеть пионерских лагерей стояла, и мы участвовали в этой игре. Что самое главное, тогда мы даже не понимали, что это игра, потому что вместе с нами старшими нашими рулевыми были представители воздушно-десантной дивизии, настоящие десантники, которые вместе с нами шастали, прыгали, бегали по лесам, мы брали заложников, мы ели кашу у костра, мы пели военно-патриотические, солдатские, пионерские песни и были счастливы, если не сдавались врагу. Кто знал, что тогда это была игра, а сегодня, конечно, это наши будни. И я думаю, вот это пионерское детство, это наша юность все равно помогла нам уже тогда крепко, горячо любить свою родину и быть патриотами своей родины. И сегодня я точно знаю, и в радости, и в горести мы должны быть обязательно вместе со своей страной, потому что это самая лучшая страна на свете. В нашей стране, в России живут лучшие из лучших. Здорово, Господи.